Юная жительница Южно-Сахаринская с редким генетическим заболеванием, а хондроплазией, нарушением развития костей, прибавила в росте 7 сантиметров. Это существенный результат, которого бы не случилось без приема специального лекарства. Помог в его приобретении государственный фонд «Круг добра». Всего в устранном регионе подобную помощь получают 20 детей. Упорству и трудолюбию этой 12-летней девочке может позавидовать любой взрослый человек. Анастасия Гацуленко уже 9 лет успешно занимается танцами, берет в конкурсах призовые места. Из-за хондроплазии, нарушения роста и формирования костей возникают дополнительные трудности. Например, даже встать на взрослый каблук стало можно только с разрешения врача. Танцы, горные лыжи и бассейн – все это неплохо укрепило мышечный корсет. Примерно год назад к активному образу жизни добавили дорогостоящее лекарство. Каждый день Анастасии делают уколы препарата, позволяющие увеличить рост. Благодаря препарату я за год подросла 70 сантиметров. И благодаря этому, еще раз повторяю, препарату я могу ходить в туалет без стульчика. Я могу дотягиваться до раковины, до чайника, чтобы надеть себе чай без подстульчика. Ну, без стула. Я благодарна препарату этому. 7 сантиметров – это удивительный результат, ведь обычно прием лекарства дает примерно плюс полтора за год. Собрать сумму на препарат для обычной семьи практически невозможно. Курс на 12 месяцев стоит 20 миллионов рублей. Прогрессу посодействовал Федеральный фонд «Круг добра». На самом деле нет ничего сложного. Смотрите, мы от себя делаем рентген ребенка, отдаем анализ генетический. Поликлиника формирует пакет документов, отдаемся в детскую больницу и подаем на консилин. Консилин заочный в РДКБ. Проходим, в принципе, там тоже не очень долго. Получаем одобрение, формируем ВК-комиссию, проходим ее и дальше направляется все через Минздрав в «Круг добра». В Российской Федерации зарегистрировано 89 заболеваний, которые обеспечиваются лекарственными препаратами либо средствами технической реабилитации через «Круг добра» для тяжелых пациентов. В Сахалинской области зарегистрировано 20 детей. Если по числу заболеваний, у нас 9 заболеваний. Также с этого года получить помощь в приобретении необходимых средств можно в 18 лет. Ранее ее предоставляли до совершеннолетия. Продолжение следует...